Всем привет! Долгожданный смартфон передо мной на столе. Давайте уже распакуем, посмотрим моё первое впечатление об этой модели. Очень долго всё ехало, больше 10 дней с Москвы, но там целая история, отдельная история. Курьер-сервис-экспресс в очередной раз зашкварная курьерская транспортная компания. Не обращайтесь и не рекомендую к использованию. Давайте уже начинать, поехали! Ну что ж, давайте откроем, посмотрим моё первое знакомство с данным смартфоном. Huawei View 10. Если я не ошибаюсь, здесь должен находиться больше, чем просто доставка. Брехня, не верьте! Не используйте данного провайвера, оператора доставки. По одной простой причине. Доставляют, могут просто не туда и вообще в другой город. Вот. Эта посылка второй раз отправлена от производителя. Вы знаете, что я работаю с компанией Huawei, они мне присылают смартфоны, я за них не плачу, но отсылаю потом обратно. И да, мне не платят за смартфоны от компании Huawei, и они у меня не остаются. Вау, круто! Для тех, кто потом будет обращаться с какой-то пересылкой, им очень сильно повезёт. Ох, прикольно! Столько плёнки! Итак, перед нами пакетик. Просто смартфончик. Скорее всего, здесь будет чёрный, но я хотел синий. Крафтовый бумажный пакетик. Очень мне нравится, больше здесь ничего нет. Подразумевается, что у меня уже есть кабель, которым я смогу заряжать данный смартфончик. Да, у меня такие всякие разные кабели есть. Вам, конечно же, приедет, безусловно, в полном комплекте. Если будете, о, круто, синий, мне повезло. Итак, вам приедет в полном комплекте с аксессуарами, с зарядкой и всё, что положено, и всё, что должно лежать у нового телефона в комплекте. Итак, встречаем моё первое впечатление от смартфона Vue 10 от компании Huawei. Суббренд Honor. Я его просто называю Honor, поэтому просто примите это как должность. Первое, что бросается в глаза, точнее, не в глаза, а просто он, знаете, он такой тонкий и при этом продолговатый, такой вытянутый. Ну и, конечно же, торчащие из него камеры. Они прям торчат-торчат. Прикольно, что на любой поверхности, хотя нет, не особо-то он и люфтит. Конечно, у нас 18 к 9 дисплей, USB Type-C. Я надеюсь, здесь всё заряжается. Криво почему-то в самом низу у нас установленный 3,5-миллиметровый разъём. Почему криво? Ну, просто не геометрически правильно. Есть у нас динамик, болтики, шмолтики. Слева у нас лоток для сим-карт и карт памяти, не знаю, сейчас посмотрим. Клавиша регулировка громкости, кнопка включения-выключения немножко рифлёная. Сам цвет синий, полоски для антенн здесь в кассу смотрятся очень хорошо. Больше никаких информации, никакой информации здесь, кроме как здесь и здесь нет. Просто написано Honor, при этом написано очень тактильно хорошо, точнее, тактически хорошо. Надпись, которая не напрягает вовсе. Цвет, друзья, ну смотрите, расцветка, она прям, прям вообще очень, очень выгодная. Спереди чёрный экран, единственная у нас здесь решёточка под динамик, основная камера. Олеофобное покрытие присутствует, это тестовый экземпляр, скажем так, для блогеров, для СМИ и так далее. Кнопочка в виде сенсорной клавиши, при этом не нажимается. Давайте уже запускать и посмотрим, потому что комплектации у нас никакой нет. Не знаю, заряжен или не заряжен, но я думаю, что заряжен. Вот так у нас первое включение, первое знакомство. Ну что ж, смартфон включился, давайте сразу пройдём на настроечки. Мне очень нравится дисплей, единственное, что здесь белый, если я не ошибаюсь, он прям вот белый-белый. О системе, о телефоне, что у нас здесь, View 10, совершенно верно. HiSilicon Kirin 970, 6 гигов оперативки и 128 гигов встроенной памяти. Дисплей 2160 на 1080 пикселей, Full HD+, так называемый. Дальше вы уже всё узнали по оперативке. Я думаю, что он будет работать очень и очень хорошо. Единственное, может быть, вас будет напрягать вот такой вот лаунчер в виде операционной системы Emotion UI от компании Huawei. Но это всё можно дело изменить, все эти ярлыки и приложения удалить. Установить тот лаунчер, которым вы пользуетесь. Сразу подсвеченный NFC, постоянно работает данное местоположение только по мобильным сетям. Поэтому не расходуем у нас аккумулятор. По плавности и быстродействию давайте сразу пройдусь в настроечки, зайду в систему. Так, 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 о телефоне. Здесь у нас, давайте, версия ядра, куда нам сжать. Процессор, версия Android 8. Подождите, нам это неинтересно. Нам надо установить номер сборки. Вы разработчик. И сразу для разработчиков здесь включаем самый низ. И отработка анимационных окон на 0.5. Здесь тоже на 0.5. И здесь у нас скорость анимации на 0.5. После этого смартфон начинает просто летать. Еще советую перезагрузиться. Но у меня 3% аккумулятора. И сейчас он уже сядет. После того, как он включится и зарядится, я расскажу о нем более подробно. Низкий уровень заряда аккумулятора. Снимаю одним разом сразу несколько. Ну что у нас по блокешечке? Слушайте, ну по первым впечатлениям, камера работает очень хорошо. По стоимости, знаете, сколько стоит данный смартфон? Чуть больше 30 тысяч рублей. Я оставлю ссылки на официальный магазин. Там вы получите подарки при заказе. Там же вы получите официальную гарантию на территории России год. И обязательно доставку курьером. Ну, потому что покупка будет больше, чем 10 тысяч. Вам бесплатно ее привезут к курьерской службе. Без каких-либо геморроя. Первые впечатления о смартфоне очень хорошие. Прям очень хорошие. Я буду его детально изучать и обязательно сделаю видео о том, вообще стоит или не стоит приобретать данный смартфон. Потому что я посмотрю на игровую производительность. Я посмотрю на фотографии, какие он делает. Обязательно установлю сюда лаунчер, которым я пользуюсь. Но первые впечатления об этом смартфоне у меня крайне положительные. Это были мои первые впечатления об этом смартфоне. Чтобы не пропустить полный обзор, обязательно подпишитесь на канал. Пишите в комментариях, что вы супергерой. Я обязательно каждому из вас отвечу. Вступайте в группу ВКонтакте. Есть чат в Телеграме. Все полезные ссылки, как и где купить этот смартфон подешевле, будут там же в описании под этим видео. Ну а я с вами совсем скоро увижусь. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok